Самый лучший организатор. Понимаешь? Нашему самому лучшему организатору это Ирина Кордева. Ира, наш лидер сразу хочет сказать, что с Ириной в команде работать всегда великолепно. Знаете, почему я решила начать этот репортаж с аэропорта? Потому что в аэропорту всегда происходит все самое смешное. Ну, короче, Маша идет с тонной чемоданов, с огромной. Видите, это все не наши вещи, наши, знаешь, знаете, вот что на нас? Это все кусочки декора, часть декора, потому что какую-то часть привезем мы, какую-то часть будет на Байкале, там, видите, и огромные букеты мы везем. Сразу видно, что мы королевы красоты просто. Какими букетами едем, вы понимаете? Вы понимаете, масштаб, масштаб мероприятия. Маша сегодня паковалась три дня, три ночи, я, в общем-то, тоже паковалась. А ты фен взяла? Взяла, фен, взяла. Я ей пишу, бери фен. А как без фена? Как мы королевы красоты без фена? А свык ты куда? С Кордева и Ринда. Последнее наше включение с вами было в аэропорту. После этого прошло уже, хотел сказать, два дня, но на самом деле прошел день. Вчера мы отдыхали после самолета. Был весь день дождь, а сегодня мы приехали на площадку, где у нас завтра пройдет и церемония, и банкет, и здесь же будут жить наши молодожены в одном месте. Это ресторан «Легенда», который находится прямо на Байкале. Посмотрите, какие виды. Несмотря на то, что сегодня нет солнца, достаточно прохладненько, идет дождичек, но при любом раскладе, конечно, виды восхищают. Вот здесь вот у нас пройдет церемония завтра. Именно в этом месте у нас разместится дорожка. Здесь у нас будет стоять красивейшая наша арочка. Итак, ребят, в прямое включение с ночного монтажа. У нас сейчас, конечно, здесь стройка. Стройка, все валяется, валяются доски. То есть те, кто думает, что свадебные декоры, свадьбы – это цветочки, ягодки, на самом деле это стройка, это стройка. В общем, сейчас мы уже установили дорожку, но ее пока еще не обклеили, она еще будет обклеиваться. Сделали подиум, его тоже будут еще обклеивать. И сейчас устанавливаем сами конструктивы, которые будут декорироваться. Я обязательно покажу вам потом эскизы, как это выглядело все. И так как мы решили перенести сюда, я думаю, что здесь будет, конечно, очень комфортно, потому что, по сути, вот зал, вот зал и вот церемония с потрясающим видом на Байкал. Единственное, что нас смущало, когда мы выбирали место для церемонии, это вот этот домик с красной крышей. Это единственный момент, что нас смущало. Но в то же время нам понравилось, что здесь есть гараж, что здесь есть вот эти вот, не знаю, будут ли туманы эти завтра, но в целом это выглядит прям по-байкальски, я бы сказала. Теперь у меня, знаете, новая мечта, точнее цель, побывать здесь зимой. Поэтому, дорогие мои, если вы живете в Иркутске, если вы мечтаете о свадьбе на Байкале, вы знаете, что нужно делать. Нужно оставить комментарий. Под этим видео мы с вами свяжемся и обязательно сделаем зимнюю свадьбу на Байкале, потому что мы уже придумали, как... Место церемонии. Ира, срочно нужно решать некоторые проблемы. Скажи, пожалуйста, Ира, где у нас будет церемония? Ира, мне как ведущего срочно нужно сдать. Понимаешь? Ира, решай. 15.30 завтра калейдинуть нельзя будет, понимаешь? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Пойдемте, сходим на улицу, посмотрим, где будет церемония. Конечно, Ира. Мы, верные подрядчики, идем за нашим организатором. Ира, наш лидер, сразу хочу сказать, что с Ириной в команде работать всегда. Великолепно. Это видео для единой России. Ребят, в общем, не обращайте внимания на этого Дмитрия, знаете ли. Он просто живет в самом хорошем номере. Вот понимаете, вот что отличает ведущего от организатора? Организатор живет в бараке. Организатор живет в бараке, а ведущий, понимаете, как царь, живет с видом на Байкал. Дмитрий Сокративин. Ира, Раэрура. Он тоже приехал на начальный монтаж, понимаете? Посмотреть. Я здесь живу. Вот диванчик, диванчик. Вот его диванчик. Завтра кристаллогический. Я везде тебя вставляю. Вставляю везде. Друзья мои, мы приехали с вами на площадку. Там, где у нас будет проходить завтра наше мероприятие. Мы сейчас определились, где вообще все будет расставлено, каким образом. Есть один нюанс очень важный. Нас не пускают на эту площадку монтировать раньше, чем в 11 вечера. Не пускают, понимаете? А у нас планируется, что... Это Марина идет, да? В розовом. В розовом. Марина, да, идет в розовом? Это наш фотограф. Марина. Не сразу ее признала. А нам нужно, понимаете, повесить на потолок. Зелень. Повесить на потолок цветы. То есть нам нужно сделать потолок. Нам нужно будет сделать пол. Нам нужно будет закрыть полностью вот эту вот стену. Мы делаем волшебный замок. В общем, у нас большая задумка на этот зал, понимаете? А монтировать мы можем только в один вечер начать. Поэтому девчонки-декораторы сейчас приехали пораньше. Сели сейчас в небольшой зал и начали уже что-то делать. Очень красиво. Очень-очень красиво. Зона церемонии изначально планировалась внизу. Я вам показывала уже это местечко. И там кто-то плавает, по-моему. А. Здесь течет. Что? Это элемент декора. Это же уже сделали. Это чтобы подчеркнуть. Это секретный замок. Да, это что-то подчеркнуть не может быть. Я просто подумала, что какие-то рыбки там плавают. Я думала там мидии. Я думала там рыбки плавают. Так вот, мы решили, что все-таки зона церемонии будет другая. Пойдемте сходим, посмотрим. А, супер вообще. Пойдемте по зоне церемонии посмотрим, да, еще раз. Во-первых, начнем с того, что вчера в аэропорту мы с Машей ходили, как две богини просто красоты. Потому что мы шли вот с этими букетами. Я вот с этим букетом, а Маша с тем букетом. И к нам все подходили и говорили, боже, кто же вас так встречает? Кто? Вас встречает просто как богинь красоты. Ну, потом они повглядывались, понимали, что это декоративные цветы. Но от этого меньше богинями мы не стали. Так, что у нас по элементам декора, что уже привезли? Вот такие вазы у нас будут достаточно высокие. То есть, если посмотреть, смотрите, они какие высокие. Ну, к вопросу, то, что мешать никому, человек сидит, да, мешать никому обзору ваза не будет. Таких ваз, такие вазы у нас будет, сколько, две штуки всего? Смотри, три. Посмотри, посмотрим, получится четыре вазы. Четыре туда, четыре туда, да? Ирина Владимировна, корнева. У нас разные декорные слова. На одном у нас канделябра, на втором высокие вазы. А я хочу просто понимать, что... Ну, мы можем их миксануть, если хочешь. Можем миксануть, да. Посмотрим, как это. Вот так рождается декоративный. Знаете, когда мне говорят, что какой декоратор, молодец! Я всегда говорю, молодец не только декоратор, молодец, командная работа. Потому что Ирина Декорнева приходит всегда и говорит, переделать. И Санна Ивановна, в букетте это пиона, мы уже поняли. Зона церемонии. Итак, друзья, мы поменяли зону церемонии. Нет, Маш, ну ты издеваешься? Куда-сюда? Здесь, где лестница? Ну, ты шутишь? Нет, конечно, никаких сюда. Нам, мы зону церемонии ставим. Вот эти штуки убираются отсюда? Убираются. Ну вот, значит, мы убираем эти штуки отсюда. Нет, они... А, убираются. Ну, вот, короче, надо будет их убрать. Убираем эти штуки отсюда. С какого канала? С первого. Случительно. Жить здорово. Программа «Жить здорово». И ставим церемонию вот сюда. Маш, ты где? У нас 6 метров, да, получается, задник? Теперь выйди из зала и посмотри на это место. Прекрасно будет. Будет прекрасно. Вы видите его, видимо, его поле? Нет. Вот просто здесь самая широкая часть. Нам нужно разместить стулья. Самое главное, вот сейчас обязательно нужно это заснять. Маша, клянешься ли ты? Не спать сегодня? Нет, подожди. И закрыть все бортики зеленью? Да, да. Клянешься ли ты закрыть все бортики зеленью, чтобы было ощущение, что бортиков там нет? Если мне помогут наши два героических мужчины надрать... Один точно поможет. Найти зелень? Тогда да. Маринка, он Маринка танцевать будет рядом. Маринка, ты знаешь, какой магазин? 15 лет, 15 лет человека, понимаешь, взяли 15-летнего фотографа, брать. Взяли и привезли 15-летнего фотографа на Байкал, вот вы поймете чего. Нет, ты же забыла куда-то поставила? Банкетный зал, побережье веранда, рядом с Ириной крутая команда. Каждая девушка свадьбы достойна, веселой, красивой Ирина спокойна. Она на вопросы знает ответы, только для вас открывает секреты. Сказка становится с нею реальной, ваша свадьба может стать уникальной. Ну что, ребят, наступил новый день. Я сижу сейчас во флористическом рае, в месте, где создавались сегодня всю ночь композиции. У меня в руках букет невесты. Смотрите, какой красивый у нас букет невесты. Мы даже пиончики добыли. Маша добыла пиончики, представляете? В Иркутске, где, в принципе, с цветами достаточно все сложно. И ягодки, и розочки, и пиончики, и орхидеи, и устома, и чего здесь только нет, в общем-то. Встромерие, эркалипт. В общем, чего здесь только нет. То есть букет реально такой очень насыщенный, знаете ли. Сегодня у нас заброшенный замок. Тема. Сегодня у нас преобладание бордовых оттенков, красных оттенков, розовых оттенков. Ну что, друзья, у нас уже вовсю началась подготовка. Президиум не надо, оставляем так, Президиум, или нужно еще на нас, потому что от него зависит стол. Мы слишком близко подвинули, на самом деле. Куда? Тут, сюда. Здесь два стола всего стоит. Вот этот стол чуть-чуть сюда. Ты видишь, мы убежали, что он так будет? Да, Президиум стоит так, потому что там будет свет сейчас. Этот стол должен заканчиваться где-то вот здесь, ребят, вот здесь вот. Давайте вот условимся, что вот здесь заканчивается стол, вот тут, вот тут. Вообще, я обожаю, обожаю этот момент, когда начинается самая подготовка, когда уже все приехали, все, вот, да, вот здесь, ну, можно еще чуть-чуть. А я это, наверное, не обожаю. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, ребят. Так, у нас началась фотосессия нефесты, работает видеограф, фотограф, работают, и мы снимаем эту красавицу в ее секретном замке. Мы еще ничего не рассказали вам про то, что мы сделали с Машенькой, но обязательно все расскажем, покажите. С шедевротворения. Все, подождите, дискуссируемся. Ты же мне дашь эти кадры, да? Отлично, конечно. Спасибо. Увидишь на тренировках. Моя королева, ну ты невероятная просто, ты понимаешь, все у твоих ног, все, все у твоих ног. Почему настоящая командная работа? Когда Игорь снимает, и Марина говорит, близко не подходим, она отходит, и сразу двое работают, двое, двое, и он, и она, К-команда, У-И-К-Ирины Корневой. Вот, все, все сошлось. Какие корпораты такая команда? Мы отсняли уже зал, немножко фотографировали сами, а я еще ничего вам не рассказала, что мы здесь делали. Поставили два больших стола, мы создали сегодня замок. Все композиции у нас сегодня из живых цветов. У нас сегодня сервировка от ресторана, у нас салфеточки сегодня ресторанные, кольца от ресторана, но все остальное мы, в общем-то, привезли и сделали сами. У нас сегодня местный президент стол, мы сшили скатерть специально для президентного стола и сделали, опять же, композицию полностью из живых цветов, сервировка в три бокальчика. Заметьте, что у нас сегодня преобладание свечей и свечи у нас черного цвета. Я уже говорила о том, что у нас нет сегодня двух цветов, да, там, зеленого и красного, там, желтого, золотого, там, и красного. У нас сегодня многоцветие и у нас есть золото, у нас есть черные оттенки, у нас есть малиновые оттенки, у нас есть бордовые оттенки, персиковые оттенки и так далее. У нас появились здесь фрукты, такой натюрморт, разбросанные фрукты, бокальчики, стульчики и люстры абсолютно соответствуют друг другу. Вот эти вот четыре люстры, которые висят, это тоже привезли мы, это тоже наша задумка, мы это сделали. И последний важный момент, мы расстелили дорожку и написали наш девиз. Давай начнем с вечности. Сейчас у нас произойдет встреча с жениха и невестой! Ху-ху! Мы так долго этого ждали! Эй, ребята! Так долго этого ждали! Мы всегда делаем встречу молодоженов и, посвящавшись фотографам и видеографам, решили, что в данном случае сделаем встречу молодоженов именно в зале, потому что это будет очень красиво. Красивого фотографа видно у тебя в кадре? Такой красивый фотограф! Вы знаете, она, кстати, реально очень круто снимает, очень круто снимает. Ребята еще сегодня друг друга не видели, и сейчас, когда он повернется, он впервые увидит ее в ее свадебном платье. Надо сказать, что невеста очень тщательно подбирала свой образ, и объехав более пяти салонов, перемерив более тридцати различных вариаций платьев, и посвящавшись с нами, мы коллективно выбрали то платье, которое вы видите сейчас. То же самое, в общем-то, было и с женихом. Жених тоже очень тщательно подбирал образ, и ребята, посоветовавшись с нами, выбрали тот костюм, который вы видите сейчас, и который, как мне кажется, идеально вписался в концепцию нашего мероприятия. Ой, какие вы молодцы! Им даже не надо говорить позировать, они все знают сами! Катюш, Катюш, букет, другую ручку возьми, другую ручку возьми, букетик, и можно вниз опустить. Ага. А теперь оно. Вы сейчас снимаете здесь, мы переносим стулья на церемонию, дальше мы идем на церемонию, снимаем на церемонии церемонию, Ирина Корнева на церемонии. Вот люблю я их, понимаете, вот за это и люблю, паспорта забрала теперь. И, в общем-то, теперь, в общем-то, все послушные я теперь. Еще несколько сезонов назад. По зоне церемонии пройдемся, у нас сегодня дорожка с надписью «Давай начнем с вечности». Это точно такая же надпись, как и в зале, потому что сегодня у нас это основной девиз нашего мероприятия. И вот такая огромная арочка. Вот, Маша, сейчас, подержи, сейчас подержи, я хочу показать, вот, в сравнении с ростом человека. Видите? Она реально большая, она огромная. На церемонии преобладают хрустали, эти хрустали настолько красиво сверкают на солнышке, я надеюсь, что в момент церемонии выглянет солнышко, и реально вы это увидите. Если вы сами организовываете свое мероприятие, то обязательно обращайте внимание на такие детали, как колонки, провода, диджей, столик диджея. Так вот, они должны располагаться так, чтобы не портить вид. Если по бокам будут стоять колонки, это будет некрасиво, и вся картинка созданная будет смазана и испорчена. Обращайте на это внимание. У нас сегодня вот такой план рассадки, гости будут подходить, открывать конвертик, доставать именное письмо, то, что написали ребята, читать это именное письмо, и в этом же письме будет написано, за каким столом гости сидят. Я не сказала вам самое главное, у нас сегодня в момент церемонии, церемония будет не как обычно, да? Сегодня у нас все официально, у нас сегодня действительно приезжает представитель ЗАГСа, сотрудник ЗАГСа. Она уже поставила у нас свой столик, как видите, и она уже в полной боевой готовности, а у меня привезла с собой книгу, где будут ребята расписываться. То есть все действительно будет по-настоящему. Все это с видом на Байкал, понимаете? Просто, ну разве не мечтает? Вот вы мне скажите. Разве не мечтает? Я тебе сейчас расскажу. Расскажи. Вот смотри, видишь, какой у него маленький камушек такой. Да. Так, там катер, там маленький камушек. Так, существует такая легенда, что Байкал это папа, отец. Ага. А Ангара это его дочь. И вот когда Ангара сбегала к Енисею, папа ее останавливал и бросил в нее камень. Сейчас Байкал полноводный, когда вода уходит, этот камень там на метр на два выходит. Да ты что! Это такая легенда, да, я вкратце рассказала. Ага. И поэтому опять называется легенда Байкал. Друзья мои, я же вам говорила, что сегодня у нас официальный регистратор, специально из ЗАГСа приехала Роза. Знаете, обычно принято думать, что если регистратор приезжает из ЗАГСа, то он ничего не делает, он обычный текст читает, ну там какой есть, да, какой там тысячу лет назад читали. Но Роза написала специальный текст для ребят, между прочим, по их историям, оделась в дресс-код, между прочим, понимаете? Туфельки в дресс-код, вот понимаете, уровень подготовки человек, чуть раньше приехала, посмотрела, столик подходит, не подходит. Вот я считаю, что это уровень, реально, вы большая молодец, вы большая молодец, вы прям вот умничка, потому что таких очень мало. Здесь должно быть вот это вот ощущение, может, такое событие бывает в единственный раз в жизни, и мы должны постараться для них по максимуму все сделать, чтобы у них было приятное впечатление на все оставшиеся годы. Знаете, я чувствую, что Роза вот прям мой человек, понимаете, вот я тоже так же считаю, она прям разделяет мои взгляды. Но вы сегодня сделаете так, чтобы мы заплакали? У каждого своя нервная система, я не гарантирую, конечно. Но я буду стараться, да? Ладно. Роза молодец. Почему, в общем, мы вошли в эту сторону? Почему мы решили сделать старинный замок? На самом деле все не просто так, правда же, Наш? Мы реально решили подчеркнуть красоту этого зала. Не просто замок, он есть такой вот, он сказочный, да, романтизм, тайный, да. Чем-то это невероятный, это фантазийный замок, да, потому что это же как замок не любовника, замок на песке. Это может быть что-то эрогичное, главное, чтобы это было красиво. И вот сейчас я смотрю, значит, с этой лепниной, с этим золотом, насколько же все хорошо и красиво подчеркнуто. Скажем прямо, да, если к этому золоту добавить такой красный декор, такой ух, тулья в чипах, будет такая безвкусица. Да, будет мне очень хорошо. Скажи, пожалуйста, Игорь, с кем из организаторов тебе больше всего нравится работать? Только с той, у которой в мое сердце и мои пасы. Ирина. Поняли. В следующий раз нам нужно сделать свадьбу именно здесь. Я уже даже нашла местечко, где можно сделать. Посмотрите, если мы поставим, даже вот, можно здесь поставить арку. Можно вот там на горе, я там на горе уже присмотрела местечко с видом, потрясающим просто видом на вот эту вот шаман-скалу. Здесь постоянно летают чайки, здесь постоянно плавают кораблики. Ну, конечно, ну какой-то невероятный Байкал. То есть тот самый Байкал, который показывают на открытках, которые мы видим где-то в интернете. Да, вот именно здесь находится тот самый Байкал. Поэтому, если вы мечтаете сделать свадьбу на Байкале, поэтому срочно, срочно, пишите мне в комментариях, пишите мне в любую соцсеть. И мы с вами придумаем, как нам реализовать задумку и сделать свадьбу не просто на Байкале, а сделать свадьбу на Ольхоне. Что же будет происходить сейчас, друзья? Мне кажется, сейчас будет настоящая мечта. Мечта любой невесты, мечта любого жениха. Вот так вот стать семьей здесь, на берегу Байкала. Мне кажется, лучше картинки просто не придумать. И если вы обратите внимание, какой главный слоган, Ира, сегодня у нас? Давай начнем с вечности. Давай начнем с вечности, друзья. Байкал – это действительно вечность. Сегодня нам все соблаговолит, это солнце сегодня вышло специально для нашей свадьбы. Знали бы вы, сколько, сколько наш организатор Ирина Билов пуден как шаман, чтобы призвать хорошую погоду, потому что вчера был дождь, и погода сегодня действительно нас радует. Сегодня с нами официальный, сертифицированный, профессиональный работник ЗАГСа, который и сделает все чудо, ради которого мы все здесь сегодня и собрались. Давайте громкими аплодисментами поприветствуем очаровательную розу! Согласны ли вы разделить пополам это счастье и эту ответственность, поддерживать и ценить друг друга и в горе, и в радости? Ваш ответ, Жене. Ваш ответ, не лето. Получив ваше взаимное согласие стать мужем и женой, я приглашаю вас скрепить подписями «Ваш семейный союз». Проходите, пожалуйста, ко мне. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Ваш брат зарегистрирован, и я объявляю вас мужем и женой поздравить друг друга. Все вы мои, ну что, у нас заканчивается официальная регистрация брака, Ваня и Катя. Мы так переживали, честно говоря, именно за официальную регистрацию, потому что мы же не знали, приедет регистратор ЗАГСа или нет. Вроде все получилось. Так, всем очень понравилось. Вам понравилось? Хорошо было? Все, приятного. Это анимация отеля, на самом деле. 7 утра. Ну что, я же Даганя уже по громче поаплодирую, друзья. А сколько свадьбы? Покус уложим, афра! Все правильно. Слушай, посидеть был хороший, но давай я подержу. Мы еще не знаем, кто будет главарь в семье, у нас ведь каравай там, так что мы разберемся. Игорь! Пойдем каравай держит. Игорь! Игорь, ты снимаешь? Я снимаю. Игорь, ты снимешь? Игорь! Игорь! А мы, скажи, тебя ждем каравай, Игорь. Я каравай и ждем. Игорь! Игорь! Так, друзья мои, давайте сделаем каравай. Все сфоткались. Что, мы начинаем банкет? Конечно. Дальше началась банкетная часть, и молодожены торжественно появились в зале. Честно говоря, я настолько была увлечена программой ведущего, что даже забывала включать камеру и показывать вам все, что происходило. Потому что программа действительно была очень интересная, веселая, насыщенная крутыми фишечками и крутыми шутками. Вообще, самый лучший результат в работе получается тогда, когда команда, которая работает на мероприятии, сработанная, слаженная. У нас сегодня приехал ведущий из Москвы, фотограф из Москвы, видеограф из Москвы, организатор из Москвы, декоратор из Москвы. Только стилист у нас получается не из Москвы. Техники по свету, звуку не из Москвы. И фейерверк, торт, естественно. Ну и координатор. Если хочется получить максимально крутой результат, то нужно, чтобы команда была сработанная, чтобы каждый человек в команде отвечал за общий результат, чтобы каждый человек работал не сам по себе. Когда ведущий не знает организатора или работает впервые с фотографом или с видеографом и, не дожидаясь, когда фотограф вернется из уборной, например, начинает проводить какое-то развлечение, которое обязательно нужно снять. Или начинает передавать микрофон маме невесты, которые говорят очень трогательные слова и которые не попадают в кадр. Поэтому, конечно, я очень рада, что здесь, на нашем мероприятии, на Байкале, была вся моя команда. Вся команда, которая работает уже не первый раз и которая работает на общий результат. Уже появляется закатное солнышко и буквально, я думаю, через считанные минуточки мы пойдем фотографировать ребят на закате. А я в свою очередь решила вам показать и пригласительные ребят, как они выглядели. Смотрите, как они. Букет мне не нужен, а вот пригласительный я покажу. Посмотрите, Иван и Екатерина. Здесь вам вот так вот будет лучше видно. Иван и Екатерина. Приглашение само. Цвет свадьбы, да, то есть дресс-код. И наш логотип. Давай начнем с Вечности. Вот таким образом у нас сегодня выглядели приглашения для гостей. Также были детальки прописанные, чтобы гости не дарили цветы. Пояснение по дресс-коду есть. И сообщите о своем решении, о своем присутствии на мероприятии до определенной даты. И бархатный конвертик очень красивый в цвет нашего мероприятия. Если у вас планируется мероприятие в схожей локации, как и у нас, или где-то на загородной площадке, то обязательно запланируйте фотосессию на закате. Мы заранее посмотрели, в какое время садится солнце, в какое время будет закат. Заранее прописали это в сценарий дня и согласовали с фотографом, с видеографом, с ведущим, что в это время мы ребят заберем на фотосессию на закате. На выходе ребята получат потрясающие снимки с закатным солнцем, потрясающие эмоции, воспоминания. Поэтому, если вы хотите дополнить свое портфолио, дополнить свои фотографии красивыми закатными снимками, обязательно запланируйте фотосессию на закате. Если вы не возьмете на фотосессию на закат, то вы не получите вот таких фотографий. Ой, аж полной грудью задышала я, ты понимаешь, Байкал, закат, красота, горы. Остаюсь. Конечно. Конечно. Выходите. Выпечу у него, значит, успокоительный. Хоть покажу вам, как работают профессионалы. Профессиональный видеограф. Байкальский помарок, размером. Да. Новости с фронта. Значит, вообще обычно вечер делится на несколько блоков. Первый блок, самый волнительный для организатора, пожалуй, это блок монтажа. Обычно, почему этот блок обычно самый волнительный? У нас обычно монтажи в ночное время, и я переживаю. Ну, а вдруг там что-то не так сделает, не так повесит. У меня сейчас в последнее время декоратер прям слезно просит, чтобы я приезжала, или хотя бы смотрела фотографии в ночи, или приезжала, чтобы давала сразу свои комментарии, потому что чаще всего я прошу переделывать. Ты сейчас декоратер что-то сделал, я прошу переделывать. В большинстве случаев. Не начинай. Я тоже хочу в блок Ирини Горни. Я хочу стать знаменитым. Хочу, хочу вот это бабло. Какое бабло? Настолько дельный совет, бесплатный, причем абсолютно. Вот ему только одно, понимаете? Вот видеографы, они такие вот. Ну вот. Второй блок, это блок утренний, когда мы приезжаем на банкетную площадку уже, и в этот момент на этой площадке продолжается монтаж декора. И обычно в этот момент в утренний блок я прошу что-то переделать, добавить, и он максимально активный для меня. Но мне хочется всегда сделать по-максимуму круто. Третий блок, это блок церемонии, это когда уже гости собираются, фуршет начинается. Этот блок тоже достаточно волнительный, ты переживаешь, все ли хорошо у тебя по звуку, ты проверяешь тысячу раз все по церемонии, по самой, по красивой церемонии, по мелодиям, на выход молодоженов и прочее, прочее, прочее. Следующий блок, это блок фуршета после церемонии, если он есть, или начало банкета, если этого блока нет, если фуршета после церемонии нет. То есть, они не дадут мне записать ничего, а? И вот знаете, вот когда хороший ведущий... Когда будут кормить? Сейчас покормим. Хорошо. Самый лучший организм. Понимаете? Понимаете как? Так и есть. Значит, следующий блок, это блок начала банкета. Если ведущий хороший, то здесь уже можно немножечко подрасслабиться, покормить команду. Дальше это блок фотосессии на закате. Я очень рекомендую вам обращать на это внимание. Фотосессии на закате, дальше переодевание невесты и первый танец. В большинстве случаев невесты меняют свое платье, некоторые невесты меняют дважды платье, поэтому нужно держать руку на пульсе, и вот как ведущий сейчас камень подошел, сказал, все, нам надо же переодеваться, потому что иначе у нас затягивается пауза, то сейчас я побегу уже переодевать невесту, менять ей платье, точнее Вика, наверное, побежит, наш координат. Следующий блок, это первый танец, активальная пауза первого танца, и интерактивный блок ведущего. Здесь тоже, опять же, нужно проверять, чтобы все было хорошо с напитками, с едой, чтобы вовремя выносились горячие закуски, горячие и прочее, прочее. Ну и самый заключительный, самый последний блок, это блок, когда происходит вынос тортика, когда фейерверк ли, либо бенгальский огни ли. И чтобы не было взрослых, это тоже большая ответственность, нужно, чтобы все было. Моя мечта была устроить сегодня настоящий опен-эйр на Байкале. В зале мы еще натанцуемся, а здесь, ну когда вы потанцуете на берегу Байкала, согласны? Давайте это с вами устроим. Для начала невеста запустит наш букет. Итак, где букет невесты? Букет невесты готов. И замужняя, у той будет свадьба. Если букет поймает замужняя, то и в течение года муж подарит шубу. Так что давайте, все выходите, все. Все, кто хочет, все выходите. Парни, вы отходите, это только для девчонок, да? А я хочу, чтобы была борьба. Мне нужна прям борьба. Вы знаете, не просто вот это, вы поймали. Давайте, вы готовы? Нет, так не работает еще раз. Вы готовы? Тогда давайте его запустим. Итак, внимание, на счет три. Букет невесты летит. Внимание, приготовились. И раз, готовы? Два, полетел. Есть! Ля чемпион! Приглашаю вас в центр даже церемонии. Так как уже закат, уже садится солнце, поэтому мы решили сделать бросание букета и бутоньерки здесь, на улице, на закате, потому что, ну, это же Байкал, это же закат, это же красота. И просто идти в зал с Байкала, ну, это просто было бы преступление. Поэтому мы решили немножечко поменять ход программы и сделали бросание букета, и сейчас будет бросание бутоньерки с видом на Байкал. Дальше солнышко сядет, будет темно, и остальную часть программы мы продолжим уже в зале. Приготовились. И раз, два, три, давай! И в Байкал! Есть! Аплодисменты, друзья! Вы знаете, ничто так не сближает гостей, как совместное времяпрепровождение, совместные какие-то мероприятия или совместные танцы. Ведущий решил воспользоваться моментом, и раз уж мы оказались все вместе на улице, решил провести танцевальное развлечение именно здесь, на улице, с участием всех гостей. Гости повеселились на славу, каждый потанцевал, посмеялся. И мы, в общем-то, посмеялись вместе с ним. О, боги! У нее новое платье! Все, сейчас пойдем на первый танец. Мы переоделись. Неделю не репетировали. Под ваши громкие аплодисменты. Ну, подержите, ребята, аплодисментами! Первый свадебный мужик! Невеста поменяла свадебное платье для того, чтобы легче и проще исполнить первый танец молодоженов. И вот он состоялся. Надо сказать, что это не просто первый танец молодоженов, но и самый первый танец в жизни Ивана. Он очень волновался, получится или нет. Но, как мне кажется, все получилось просто идеально. Вот здесь, дорогие мои подписчики, мы должны с вами оставить в комментарии сердечки, аплодисменты. Или просто написать, Иван молодец, потому что далеко не каждый жених соглашается исполнять первый танец, даже если он когда-то занимался танцами. Для Ивана это первый в его жизни танец. Возможно, он больше никогда и не будет танцевать. Возможно, он и останется единственным танцем в его жизни. Именно поэтому, дорогие молодожены, ставьте танцы, делайте, потому что это очень яркое событие в вашей жизни, которое, вполне возможно, больше никогда не повторится. Аплодисменты! Аплодисменты! Так, слушайте, думаю, это... Я... Такое ощущение, знаете, что только что был какой-то чемпионат по байным танцам. Как они вот это все четко прямо вообще все делали, да? Я хочу вам сказать, что это круто, спасибо Нашу Натюшу. Она занималась при этом, да? Она научила моего сына танцевать. Великая эта булочка, молодец! Аплодисменты, друзья! Ребята, первый с вами на Таре состоялся. А Калитарий, Калитарий Руана... Ну что, ребяточки, прямое включение с места событий. У нас приехал торт. Пока что вот так вот он выглядит. Никто ничего не знает, что там внутри. Ребят, кондитеры его соберут сначала, а потом декоратор еще его оформлюет. То есть у нас... А это столик для тортика. То есть у нас все будет на месте происходить. Ребяточки, пока у нас там безудержное веселье. Все пляшут, танцуют, веселятся. Маша даже часочек поспала, между прочим, да? Сложим. У нас торт сегодня большой. Но с секретиком. Этот фальш-ярус, 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 фальш-ярус. А вот этот ярус настоящий. Все остальное фальш. Идеально. 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 Сделал идеально, вообще не прикопаешься. Иркутск вот реально порадовал. Прям вот реально порадовал. И вот тортики, которые будут действительно разрезаться для гостей. То есть вот этот тортик отрежет. Отрежут наши молодожены. А все остальное будет разрезаться уже здесь на кухне. Мы сейчас на кухне с вами находимся. Уже здесь на кухне для гостей. Вот там вот как раз вот в этих коробочках тортик, который будет разрезаться. Вот прям вот как по картиночке реально. Вот мы прислали картиночку, что мы хотим. И четко изобразили то, что нам нужно по картинке. Мы очень довольны. Сейчас мы задекорируем его с цветами. И будет вообще огонь. Мне очень нравится, когда ведущий начинает готовку к мероприятию заранее. Не когда они просто приезжают в день мероприятия и отрабатывают свою программу. А когда они заранее, за несколько месяцев иногда делают, например, чат с гостями. Подготавливают какие-то сюрпризы интересные для молодоженов. И подготавливают именно индивидуальную интересную программу. Зачастую молодожены знают, что будет происходить на мероприятии. Они знают, какая у них будет программа. Какие развлечения у них планируются на мероприятии. И когда они видят какие-то творческие, интересные подарки от гостей. Для них это является очень приятным сюрпризом. И очень большой неожиданностью. И мне очень нравится, когда ведущие подходят с такой инициативой к подготовке мероприятия. И прорабатывают программу вместе с гостями. Таким образом, и гости уже заранее знают ведущего. И для молодоженов это является таким большим удивлением, большой неожиданностью. И очень приятным сюрпризом в день мероприятия. И мы уже все подготовили к выносу торта. У нас сейчас протрется дорожка, потому что она стала немножко грязненькая к концу вечера. Мы специально заказали столик. Вот этот столик искали по всему Иркутску. По всему. А в итоге нашли у кондитеров. Мы вынесем торт, поставим его сюда, отфотографируем этот тортик, отснимем его в лучших ракурсах. Потом сюда выйдут гости, а потом только сюда выйдут молодожены. Мы таким образом убьем сразу нескольких зайцев. Во-первых, у нас будут классные фотки торта. Во-вторых, феерично появятся молодожены возле тортика. Это будет симпатично тоже. То есть не торт появляется перед молодоженами, а молодожены. Наша спасительница уже пятый раз приходит, протирает этот подиум. Но зато все будет красиво. Так, только давайте мы его поворачиваем лицом. Лицом поворачиваем его. Да. Лицо это вот это. Там как-то лидеры уехали уже, да? Да, они уехали. Они очень расстраивались, что они не увидят это. Ну, ничего. Не, резать на кухне, Настя. А первый торт? Первый торт вы просто выносите 5 тарелочек, 5 ложечек и больше ничего. Ножик и лопатку. Больше ничего. Громкие аплодисменты, встречайте! Все, вот, вот ваш торт, ребята. Берите и ешьте. Ножечек, лопаточка. Итак, товарищ официант, отходи. Ты не так важен для их семейного фотоальбома. Поехали! Внимание, торт разрезается. Разрезается, разрезается, разрезается. Есть, друзья. С вами этот торт разрезан. Аплодисменты! Друзья, мы хотим сказать спасибо абсолютно всем гостям. Поаплодируйте друг другу, вы лучшие! И, конечно же, давайте скажем спасибо всей огромной команде, которая готовила эту красоту. Наши декораторы, кондитеры, персонал ресторана, нашему самому лучшему организатору. Это Ирина Корнева. Ирочка, спасибо, аплодисменты тебе. После мероприятия, когда мы уже разрезали свадебный тортик, когда вечер подходил к концу, ребята подошли к нам, отвели на стороночку и вручили нам пакеты с подарками. В этих пакетах лежали кружки с изображением Байкала, байкальские нерпочки. Здесь я хочу сказать огромное спасибо, ребята, вам за то, что вы не просто обратились к нам, для того, чтобы мы помогли вам организовать мероприятие, но и за то, что продумали подарки для каждого участника команды, для каждого. Не только для фотографа, видеографа, ведущего, организатора, но и даже для тех, кто находится за кадром, для технических специалистов, для видеоинженеров и так далее. Спасибо вам большое, ребят, что выбрали нашу команду, и спасибо вам за ваше внимание и за те подарки, которые вы для нас подготовили. Да, друзья, постарались все на славу, ну а сейчас, стоп, 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 давайте поставим точку в официальной программе нашего вечера, точка это будет яркая, точнее это будет не точка, это будет многоточие, потому что танцы продолжатся в ресторане, ну а пока, друзья, приготовьтесь еще раз громко поаплодировать, давайте громкими овациями еще раз отметим тот факт, что сегодня здесь на ваших глазах на свет появилась новая семья! Ура! Раньше у меня был девиз, что я делаю свадьбу с любовью, сейчас у меня новый девиз, я считаю, что каждая девушка достойна красивой свадьбы, неважно где она живет, на Иркутске, в маленькой деревне, в большом городе, в Самаре, в Литве, в Латвии, неважно, каждая девушка достойна красивой свадьбы. Если вам понравилось это видео, нажимайте, пожалуйста, пальчики вверх, пишите комментарии, включайте колокольчик! Песня, байкан, энергия, декор, пиро, просто, вау! Всего хорошего и пока-пока! Давай сделаем все-таки собаку! Субтитры подогнал «Симон»!